Девушки отдыхают 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 уезжать, когда я вижу, что молодежь, которая выпускается из вузов, если они не айтищники, если они там случайно, у них нет хороших родственников и связи, практически нет перспективы. Перспективы нет ни у одного поколения уже, ни у людей заслуженных, которых здесь тоже очень много, и, к сожалению, уже не у людей молодых. Чтобы так не было, мы должны поменять ситуацию. Как поменять ситуацию? Все очень просто. Мы должны собрать 300 нормальных людей, порядочных по всей Украине, это где-то чуть-чуть больше 10 человек по региону, и сделать, составить новое парламентское большинство. Подписать с этими людьми договор о том, что они не идут в политику профессиональной политики, составить им программу реформ, все законы можно принять за несколько недель, можно их осуществить максимум за год-два, и сказать, вот вы идите, подпишите с нами договор, что после того, как вы примете все законы, после того, как они заработают, вы не больше одного срока задержитесь в политике. Вот договор, вот давайте все договоримся, и потом вы уйдете домой. Кто домой уйдет, кто бизнес пойдет, кто в институт пойдет преподавать, кто же будет делать то, что делать. Но профессиональные политики нам больше не нужны. Профессиональные политики 25 лет уже убивают эту страну. Профессиональные политики 25 лет дам всем руд. Мне тоже руд, потому что я тоже очень болен за Украину 25 лет. Профессиональные политики исчерпают себя, и чего нового уже не могут дать Украине. Поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы мы нашли этих 300 человек, а 17 октября в Киеве собираются люди для того, чтобы перевык требовали. Какие это требовали? Антикоррупционные суды, потому что Порошенко против них. А у НАБУ накопились дела на половину Верховной Рады, на окружении Порошенко. И эти дела должны быть доведены до конца. Чтобы довести эти дела до конца, нам нужны антикоррупционные суды. Власти, конечно, их не хочет. Но если нас будет много, без всяких Майданов, без всяких потрясений, просто сказать, нас много, посмотрите на нас. Вы что будете делать против нас? Нас миллионы, сотни тысяч людей. Мы стоим вместе. Ни один полицейский, ни один нас гладеет, никогда не пойдет против народа. И скажет, маленькая группа обанкротивших в Барии, которые реально абсолютно никакого капитала не имеют политического, и капитал, который их, это ничего не значит. С одной стороны, с другой стороны, народу Украины. Антикоррупционные суды. Вторая история, это отмена диктатуркой с депутатом, и импичем, и импичем, и импичем президента. Третий, новый избирательный закон. Вот все эти требования, мы придем, 17 октября, собираемся, сегодня как раз устраивать белокомитет в Киеве, в том числе поедут люди отсюда, и со всех регионов, спокойно, мирным ходом, без всяких потрясений скажут, нас, мы, нам надоедем. Знаете, хватит. Наконец-то хочется жить нормально. Я два, еще раз, я повторю, два месяца был в Польше. Я так, мне так понравилась Польша. Я приехал с таким тяжелым сердцем обратно. В 91-м году, когда я ездил в Польшу, у них ничего не было. Из Украины они просили привезти докторскую колбасу, и меня лично просили. И три утюга на продажу. Мои друзья, посмотрите, где сейчас Польша, и где оказались все мы. Посмотрите, какие у них доходы, и как мы все вынуждены туда ехать реально. Нам будет любую работу, лишь бы прокомпить семью, которая остается здесь. Посмотрите на то, что 50 тысяч украинских студентов каждый год выезжают в Польшу, потому что в высшем учебном заведении нет коррупции, потому что качество другое. Уже школьники стали массово выезжать. Они мышек теряют. Мы не можем позволить потерять население. Мы не можем позволить потерять Украину. Мы не можем позволить раздрать огромный, потрясающий индустриальный, инновационный потенциал вашего города. Все очень просто. Связи с Россией закрыты. На этом этапе. Но город должен жить. Украина должна создать дознащую цифру экономического роста для того, что если мы идем в Европу, а мы идем в Европу, взять с собой и Дняк, и Харьков, и Заборожье, и Мариуполь, и все города, которые зависят от советского индустриального комплекса. Это очень легко сделать. Пока что есть город Параховича, пока что есть индустриальный потенциал, пока что есть интеллект, пока что есть драйв у людей. Но у нас нет времени. Давайте вместе делать это все. У нас есть программы 300 новых парламентариев. У нас есть программа конкретных требований власти. Нас очень много. Нас сотни тысяч и миллионов. Главное, чтобы эти люди нашли друг с другом связь. Что бы ни предпринимали они, мы должны понимать, теперешняя вертикаль, которая называется к властью, она очень слаба. Почему она очень слаба? Посмотрите, что произошло. По-моему, хотим тебя уволить с предприятия. Ты приходишь сказать, дайте мне хотя бы трудовой книжку. Я говорю, не пускай чего за территорию. Ничего мы тебе не дадим, ты здесь больше не работаешь. Нас мы не оставили на улице. Потом нас пригласили, если ты приедешь обратно, мы тебя расстреляем, это по телевизору говорили. Мы тебя сразу в мешок и отправим по заказу Путина к друзейскому российскому олигарху Иванишвили. Мы с тобой делаем 1-е, 10-е, 20-е. Потом они говорили, тут будет кровопролитие на границе, не заходи. Потом они взяли заложники, пассажиров поездка. Потом они привезли петушек, которые народ уже называют петушками. Потом они десятки тысяч людей держали в очередях, чтобы люди на нас обозрелись, а не на них. Вот все это было сделано, и когда они дали приказ не пускать, все пожали в плечах, говорят, кто будет не пускать? Пограничник? А вы тут плечом. Полицейские, они стояли в стороне и улыбались. Какие-то там работники пограничных пунктов, они были на нашей стороне. И главное, люди были на нашей стороне. Поэтому, они очень, очень слабые. Янукович будет намного растеннее. И внести о том, приветствую людей, которые делали в Ростове. Учма был 20 раз сильнее, но когда народ Украины решили иначе, не так, как хотел Учма, поставили всех на место. Это было на попоминанцевой эволюции. Когда Янукович решил, что наконец-то оторвался в власти, все решили у него в руках, его попросили с власти. Сейчас дети решили, что им все позволят. Главное, что народ должен всегда делать, ставить любую власть на место. Особенно взорвавшихся. Особенно проворовавшихся. Особенно всех, которые забыли, забыли, что их туда поставили служить народу, они забивают себе карманы. И последнее. Война. Мы все хотим, чтобы Украина победила войне и что война закончилась. Это очень важно. Война должна закончиться. Да, на нас топала грязь. Да, больше всего людей погибло в этой войне. Ипра. Мы об этом никогда не забываем. Самые большие герои были именно в Днепре. В том числе, в том числе, в том числе, я сам заклыкал сотни наших офицеров сюда приехать, в Крузинске. И многие из них тоже, к сожалению, служили с Майдолом вместе с украинцем. Я знаю про что говорю. Но война, к сожалению, если война, то она должна быть войной для всех. Когда для нас, для всех там война, а у кого-то, кто из президента, банк пишет 304% прибыли, когда все остальные банки лопнули, это не война. Когда для всех война, когда люди потерялись, миллион человек потеряло свое имущество на Донбассе, а когда Ахметов добавил в прошлом году к своему имуществу 2,5 миллиарда долларов, это не война. Когда нам говорят, что застаните, сидите мирно, не надо просто нас возражать. Если вы будете возражать, то это, значит, вы дело Путина делаете. Это так не пойдет. Потому что, если война, то все должны тем более прикладать свою голову перед людьми, которые жертвуют всем на этой войне. Поэтому, мне кажется, все очень просто. Все очень просто. Мы должны навести порядок. Мы должны предъявить свои требования. Мы должны предъявить свои требования власти или тем, в той группе, которая называет себя властью, а на самом деле маленькой группе барыг. И когда мне говорят, они, у нас диктатура, часто говорят, ну да, какие-то вещи, вот как со мной обошлись, обычно диктаторы нас покупают. Но я, с которыми они так обошлись, первым вам скажу, что никакая это не диктатура. Это обычные, испуганные барыги. И мы просто, они держатся на нашей пассивности. Они торгуют нашим безразличием. Они нас разводят, как в игре на персках. Но мы, все мы, умнее, но мы все смелее, но мы все заслуженные, вы все заслуженные, мы все намного-намного лучше них. кто-то кто-то, И поэтому, поэтому, да, у меня нет паспорта, да, у меня нет денег, ну, можно посмотреть, у меня нет и останников, никаких, у меня нет и, у меня нет небольшой такой организации, тем более, за мной никто не стоит. Но, 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 я все буду делать для того, чтобы вас не подвести. Потому что, поскольку у меня больше никого нет, у меня есть только один хозяин, только один субъект и объект своей ответственности, это народ Украины. Это жители вашего прекрасного города и вашей прекрасной области. И что бы они не делали, какие бы провокации они не делали, я не остановлюсь, я не опущу руки, я не сдамся, как не сдался на границе, как не сдался, когда забирали гражданство, как не сдался в 2008-м, когда на нас напал в раз, тогда, когда я был в Грузии, и бомбило двести самолетов. Я никогда не сдаюсь перед несправедливостью. И давайте вместе не сдаваться перед несправедливостью, потому что несправедливость, она всегда отступает перед правдой. Всегда добро победить в лоб. И эта победа не должна быть за через три года. Она должна быть 17 октября, она должна быть в ближайшие недели, она должна быть на, если они не пойдут за настребование, на неочередных выборах, где победит ни начинная партия, ни очередной клан, ни очередной олигарх, а народ Украины. Я жду, не дождусь этого дня. Я не скажу, что тебе для чем-то надо, я не для чего, я вам гарантирую, не эта должность нужна, но мне нужна победа, и победа наша общая. Слава Украине! Я думаю, что я буду готовить, я буду готовить, я к его, я буду готовить. Девушка, девушка, там некуда идти. Да у меня же я застряла. Девушка, я же не могу... Я же не могу. Завтра вы должны голосовать за пенсионную реформу, а может сначала мы спросим народу, если вы хотите пенсионную реформу, когда вам скажут, что завтра мы будем голосовать за новые подарки. В Грузии мы приняли, как часть Конституции, что если вводить новые подарки нужно только через реформу, чтобы народу решили новый тариф через реформу, когда нам сказали, что касса стоит 1000 грн, сейчас он стоит 6900 грн, а почему не 10 тысяч, а почему у нас 20 тысяч, и когда нам говорят, а мы вам субсидии додаем, а это нам больше субсидии. Субсидии это важный, перед выбором сказать людям, если они не будут голосовать за нас, за БПП, мы не дадим субсидии, потому что это самый лучший шлях, чтобы красить гроши от вас. Какие субсидии? Хай у людей будут заработать свои собственные гроши, и хай они не стоят в червнях, хай они не принижают себя через эти субсидии. Но для этого нужна влада, которая зацикавлена вольному гражданину, а не раба, а не в людях, которые могут голосовать за гречку, за субсидии, за какие-то полегшения тарифы. Нет, только через собственные доходы, через собственные гроши. Сейчас у нас три главных джерела государственных наших доходов. Первый, это наши ресурсы, которые оставят серебряная база. Второй, это гроши, которые насылают украинцы домой, за кордоном. И третий, это международный валютный фонд, то есть кредиты. Вчера президент, вчера соглашусь, я долучил еще 3 миллиарда долларов в Украину, через 7%. Выбачьте, но сейчас государственные борьбы Украины превысYe, чем мы выбрали продукт. Кто будет платить за это? Это додатковые гроши, чтобы их продать. И кому они придут, олигархам. А кто будет за них платить? Люди. Другая, когда они скажут, что кредиты международного фонда, они зацикавлены, что в Украине было меньше людей, потому что, когда меньше людей, то больше достается, и как раз все, кто берет эти кредиты. Они зацикавлены, что было меньше людей, потому что земля достается тем, кто сейчас владеет. Тобто, наша главная мета – повернуть украинцев домой или сделать условия, чтобы молодость от минимума не выдержала. До речи, когда я был президентом Грузии 8-9 лет, у нас был позитивный миграционный баланс. Позитивный миграционный баланс. Тут у нас катастрофа демографическая происходит. Чтобы это прекратить, нужно негально сделать все эти кроки, как я говорю. Так что давайте боротись, боротись и побороть. Когда мы перешли в кордон, первое, когда мы пошли, было это памятник Кобзаря во Львове. Чтобы не только шановать, но у меня всегда было в голове, когда мы пошли, поборем. Поборем, если будем держать. Михаил Николаевич, можно вопрос? Пожалуйста, можно вопрос? Пожалуйста, можно вопрос? Пожалуйста, можно вопрос? Иван Королевский, вы прямо на долг из моей дверины. Ну что, а берез? Скажите, пожалуйста, панами, 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 почему вы такие париезы Украины? Почему вы распытаете Украину с зарядами? Чем вы рахуете, что русская держава украшения? В followed! Гальба!!! Вадьба!!! Гальба!!! Гоуу парохобод!!! Вадьба!!! Гальба!!! Гальба! 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 Я не вчера нарадился, я знаю, как работает Влада. Но я вам буду подповидать. Я вас очень благодарю. Я благодарю всех, кто на войне. Вы знаете, кого заарестовали за так называемый прорыв кордона? Заарестовали капелана, героя войны, заарестовали военного дикаря, заарестовали героя майдана. Так что, ребята, и там были люди, которые были на войне. И там были люди, которые отрекали войну. Так, так, это первое. Это первое. Другие. Я все. Вы скажите, что кто раскидывает в Краину? Порошенко раскидывает в Краину. Вы сгодите все в чини? Да. 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 Барига, Барига и Гагар. Ягин зарубляет 34%. Ягин. Вы раскидывает в Краину в чини? Люди, скажите мне. Да. 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 Да, да, да. Ахметов, раскидывает в Краину в чини? Да. Да. Я вас забыду. 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 Шоколадный провокатор. Иди гуляй нахер. Я, милый вы твой. Головный ворог Путина. Тут. На этом просторе. И все это знают. И не треба со мной так разгуляться. Давайте заканчивать. Господи, не принес. Я не принес. Я не принес. Я не принес. Николай, иди отсюда. Пошел вон. Пошел вон. Пошел вон, Рашен. Давайте по реформам. Я хочу. Не заважайте. Не заважайте, хлопцы. Но, друзья. Почему у Порошенко сейчас проблемы? Потому что они привели своего пейца. Вы говорили, что Ахмедов не расхитывают. Порошенко не расхитывают. А лекарства не расхитывают. А Закашвили не расхитывают. Так почему у Порошенко проблемы сейчас? Мервинчук расхитывает или не расхитывает? Я хочу. А, 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 а. Я, Владимир, хлопцы, я поважаю ваши медали, но захищать при медалях Мервинчука, Ахметова и иных спасибах Путина и меня звенувачивать не пройдет. Все знают. И у Порошенко проблемы, у Порошенко проблемы в том, что вы прекрасны были, очень сильно знают. Все. Можна звенувачивать и Будькова, а не Михайло Саакашвили, что я под ловушниками Басима Капутина. У меня нет. Я хочу забирать, хлопца. Зовут мать в Липецке. Это добро? Доброе? Мы против всякой влады. Не против запорожек. Я не заберу. Шоколадный провокация. Мы не за вильню. А завдяки за киму. Нет. Я вас заберу. Я вас заберу. У нас там война, а вы тут робите. Я вас заберу. Где вы плачете тут войну? Тут мирные люди. Тут народ Украины. Хай они нас не влекают войной. Хай они нас не влекают. Причем правой планете. Кабры планете. Для меня злочит. Это вот Липецке. Для меня злочит. Это бизнес мельничеков. Для меня злочит. Я хочу использовать этих хлопцев для своих злочитых целей. Для меня злочит. Работы с народом Украины нющих. Вот для меня злочит. Да. И почему у него проблема? Потому что очень легко было говорить про какие-то политики. Они работали с Путином. Что можно сказать? А вы посмотрите на российский канал, что они про меня говорят. Они, больше всего, не будут зацикавлены. Когда Порошенко позвал меня громадянство, меньше, кто это привитал, был Медведев. А когда я повернусь в Украине, кто заражает эти пальцы? Российские каналы, кто-то, завоевсловцы, при всей повладе. Всю вашу пропаганду никто уже не ховает, не будет хавать и не будет проголочивать. Почему? Потому что никто не может меня згоновать. Я, Киев, ворог, всех людей, которые имеют вороги Украины и Путина, и Путина уважаемые властям ворогов, но это не позволяет и не надоехать власть парыгам грабовать Украину. Никто не имеет права грабовать Украину. Это все 110 лет. Мы сегодня, Медведев. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok